Здравствуйте, это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттельом, с лифона 6651099.6. Сегодня обсуждаем рынок труда. В студии у меня Глеб Брянский, главный редактор агентства экономической информации «Прайм». Анатолий Симкин, руководитель проекта департамента по работе со сферой образования компании «АБС». Глеб Лебедев, директор по исследованию компании «Хэт Хантер». Добрый день. Начнем с того нового индикатора российской экономики, индекс рынка труда «Лейбор Индекс», который появился недавно. Значит, расскажите, пожалуйста, начнем с вас, Глеб Лебедев, директор по исследованию компании «Хэт Хантер». Как рассчитывается этот индекс, на чем он основывается? Особенность этого индекса стоит в том, что он учитывает не только состояние рынка труда, но и такие параметры, как экономическая конъюнктура, как ожидание и настроение среди предпринимателей. Как вы измеряете ожидания и настроение среди предпринимателей? Для этого используются данные как от наших партнеров, от РСПП. То есть это различные индексы бизнес-среды, которые определяются путем мониторинга, путем опроса среди предпринимателей. Ну и, конечно, мы рассматриваем различные макроэкономические показатели. Там очень большой, на самом деле, спектр. На самом деле, стоит сказать, что попытки оценить рынок труда в отрыве от экономики, они достаточно часто и постоянно предпринимались. Но, на самом деле, они не дают глубокого понимания того, что происходит. А сейчас вы можете сказать, что вы получили глубокое понимание того, что происходит? Оно более цельное, потому что оно показывает не только, что происходит на рынке труда, но и как это связано с экономикой. Ведь, на самом деле, путем таких долгих достаточно наблюдений за рынком труда, стало очевидно, что рынок труда, он завязан не только, на самом деле, не столько на экономику, сколько на ожидания среди работодателей, среди тех, кто делает бизнес. Потому что, если даже экономическая ситуация благоприятна, но появляются какие-то негативные новости с Запада или даже внутри страны какого-то политического характера, то мы видим, что начинается снижение количества, например, публикуемых вакансий, работодатели начинают осторожничать. И вот это как раз говорит о том, что рынок труда очень часто завязан именно на настроение, а не на какую-то реальную ситуацию в экономике. Но точно так же, как любая биржа завязана скорее на настроение, на некие сиюминутные новости, нежели, либо не на сиюминутные, но не всегда показывает реальную температуру тела. Хотя всегда говоришь, что биржа – это некий экономический градусник. Да, здесь есть сходство, единственное… То есть, извините, я вас перебью, и следует ли из этого, что ваш индекс тоже не является неким градусником, который показывает реальное состояние дела в экономике, а делает некий такой, ну не сиюминутный, но временной средств настроения на рынке? Да, он делает, вы верно сказали, что он делает средств настроения на рынке, он учитывает их, но здесь важно, что у рынка труда гораздо ниже волонтильность относительно финансовых рынков, и его очень сложно сдвинуть, и у него очень сильно размазаны показатели, то есть, если сейчас что-то изменилось, это может оказать влияние через полгода или через год. Да, пожалуйста, Глеб. Глеб Брянский, главный редактор агентства «Прайм». Здесь хотелось бы добавить, что с нашей точки зрения, то есть мы, агентство экономической информации, мы на ежедневной основе имеем дело с новостейным потоком и с ньюзмейкерами… И с его анализом. И с его анализом, естественно. Дело в том, что в отличие от большинства развитых стран, российскую экономику описывает крайне ограниченное количество индексов или показателей. То есть мы ориентируемся на курс рубля к доллару, на индекс московской биржи и на показатели экономического роста. Это были показатели инфляции еще. Вот если вы мне объясните, что происходит, когда кто-то из министров выходит и говорит, что инфляция в этом месяце была столько-то, то я тогда с вами соглашусь. Это значит, что министры считают, что инфляция – это один из главных параметров, и в связи с этим считают, что и Центробанк в основном должен заниматься инфляцией, а не экономическим ростом. Это значит, что это либеральный министр, который, простите за мое выражение, ни черта не смыслит в реальной экономике. А теперь кто из людей на улице верит тому, что говорит этот конкретный министр? Я думаю, что люди на улице его просто не слушают. Да, для меня всегда, как для журналиста, занимающегося экономической информацией, всегда было некоторой загадкой, каким образом ведомство, которое занимается статистикой роста данного случая, формирует все эти показатели. На каких основаниях, как они делаются. В частности, рынок труда описывается такими показателями, как количество зарегистрированных безработных. И вот скажите, вы много знаете людей, которые зарегистрированы на бирже труда? Нет, я лично не одного. По крайней мере, они мне в этом не признаются. Может быть, они тайком по ночам туда ходят? А это стыдное что-то? Я не думаю, что это что-то стыдное. Наверняка такие люди есть, наверняка их много. Но судить по количеству зарегистрированных, официально зарегистрированных на бирже труда граждан о состоянии биржи труда, я думаю, что не стоит. Это бессмысленно, да. Поэтому, когда коллеги предложили нам вместе заняться именно этим индексом, мы посмотрели на методологию расчета, нам это стало интересно, и мы сейчас этим достаточно активно занимаемся. И здесь мне тоже хотелось бы добавить, что очень интересная вещь произошла в Соединенных Штатах в прошлом году, когда Федеральная резервная система выбрала безработицу, а, естественно, в Америке показатели безработицы, которые предоставляют, официальные показатели безработицы, они являются гораздо более адекватными. То есть там не такой серый, не такой фрагментированный рынок труда. А в качестве, по факту, одного из своих ориентиров. А мы можем ориентироваться просто на безработицу? Для кого вообще этот индекс? Для государства, чтобы государство ориентировалось в экономической ситуации, глядя на состояние рынка труда? Для работодателей, чтобы они смотрели на этот индекс и примерно понимали, где какие вакансии, зарплатные ожидания и так далее? Мне бы хотелось, чтобы этот индекс был для максимально большого количества потребителей. То есть в том числе и для государства, в том числе и для людей, которые принимают решения. Потому что, вот в частности, качество экономической политики в России, оно очень сильно связано, вот как я уже ранее говорил, с отсутствием хороших и качественных экономических показателей. Чем больше таких показателей будет, тем выше будет качество экономической политики. И, естественно, для предпринимателей, и, естественно, для тех, кто ищет работу. Ну, я вообще не уверен, что каким-либо индексом можно адекватно описать состояние российского рынка труда, потому что, по-моему, существует огромное количество вещей, которые просто не могут учитываться в этом индексе. Например, низкая производительность труда или чудовищное качество образования либо оторванность от образования от реальной жизни. А поэтому у меня все-таки присутствует некий скепсис, хотя я только приветствую появление новых индексов, если они что-нибудь... А что вас так развеселило, Анатолий? Ну, вы просто говорите... Это хорошо. Смешно говорю? Нет, это все хорошо, правильно. Мы работаем над тем, чтобы улучшить качество информационного обмена в России в целом. Мы создаем какой-то новый поток информации, который будет полезен. После того, как мы запустили этот индекс, на презентацию приглашали СМИ, приходили люди, аналитики из ВТБ, из других, есть очень много банков своих аналитических отделов. Люди подходили, спрашивали, как мы это считаем, а можно ли, они могут ли это использовать. Они начали глубоко копать, и мы надеемся, что этот индекс... Ну, расскажите, как вы считаете, мне это правда тоже интересно. А именно как мы считаем индекс? Ну, давайте я расскажу. Меня интересует даже не столько, как вы считаете, сколько вы учитываете. Я не спрашиваю про конкретный удельный вес каждого параметра, меня просто интересует, что именно учитывается. Учитывается, значит, такие факторы. Первый индекс, да, индекс рынка труда он называется. В технологическом формате, можно его назвать, индекс напряженности, да, он как раз определяет то, насколько вот текущая ситуация на рынке, да, какой это показатель, который показывает, какой конкурс, да, возникает на рынке, да, при этом в соответствии с безработицей и активностью соискателей, да. Чем выше активность соискателей, тем он активнее ищет работу, да. Простите, я вас предъявляю, под индексы есть какие-нибудь? То есть я могу посмотреть, там индекс труда на рынке телеведущих, радиоведущих и так далее, на рынке журналистов. Сейчас первый этап, мы запустили индекс по Москве, да. Индекс, вот этот индекс труда, он состоит из четырех индикаторов. Он определяет, там есть конкурс, есть напряженность, да, рынка труда, есть коэффициент относительно, да, сколько у нас резюме, сколько у нас вакансий, какая, ну, то есть конкурс, да, фактически. Определяется, так называемое, покрытие безработицы, еще один индикатор, который показывает, сколько сейчас есть свободных вакансий и сколько людям, ну, какой доля безработных, ну, примерно оценка по мод, да. То есть понимаем, насколько, вот, грубо говоря, есть люди на рынке, да, свободные, и могут ли они закрыть все вакансии, или не могут закрыть, или действительно у нас возникает такая ситуация. Это первое направление. Я вижу, что Глеб пытается что-то добавить, да, Глеб. Нет, просто здесь для нас... Это Глеб Брянский для тех, да. Ну, принципиальным, извините, что я, может быть, вас прервал, но для нас вот принципиальным действительно является здесь, потому что кроме таких достаточно абстрактных вещей для потребителя, как доля безработных по оценке международной организации труда, есть совершенно конкретные измеримые вещи. То есть количество вакансий в базе компании HeadHunter и количество заявок от работодателей. И при очень высокой интернетизации... А почему именно HeadHunter и почему только одна компания? Либо не только одну компанию? Дело в том, что... Это уже Глеб Брянский для тех, опять-таки, кто не видит, но слышит. Глеб, если не возражаете, после выпуска новостей, буквально через минуту мы вернемся в студию и продолжим беседу. Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Это парадокс с Игорем Виттерем. Мы обсуждаем индекс рынка труда. В гостях у меня Глеб Брянский, Анатолий Синкин, Глеб Лебедев. Глеб Лебедев, прошу вас, простите, что прервал вас. На самом старте проекта, когда мы только обсуждали вообще возможность создания этого индекса, нас спросили, чем мы можем помочь, какой конкретной информацией мы владеем. И на тот момент, я так понимаю, что мы предоставили наибольшее количество информации, которое позволяло глубже взглянуть на ситуацию на рынке. Дело в том, что мы предоставляем информацию не только о количестве вакансий, количестве резюме, но мы и предоставляем информацию поведенческого характера. То есть, например, насколько активно соискатели откликаются на вакансии, среднее количество отликов на одну вакансию. Глеб, вы меня простите, но я вынужден задать, наверное, идиотский вопрос, но тем не менее, не могу его не задать. А значит ли это, что этот индекс учитывает только людей, которые ищут работу в интернете? Да, конечно. Поэтому, когда мы передавали индекс на экспертизу, этот вопрос, конечно, возникал, и мы смотрели, насколько хорошо покрытие именно интернетом, каких профобластей, каких направлений. И когда мы детально анализировали этот аспект... Извините, я перебью, я сразу тогда второй идиотский вопрос задам. В процентном соотношении какое количество людей ищет работу через интернет, через сайты типа Headhunter? В Москве более 80%. А в целом по стране? В целом по стране ниже, именно поэтому мы начали с Москвы и будем идти вместе с проникновением интернета сначала в Санкт-Петербург, а потом дальше и дальше и дальше. А по профессиям? По профессиям есть профессии, где это практически 100%, например, те, которые связаны с IT. И что отрадно, сейчас практически все профессии... А есть профессии, где практически нет? Есть профессии, где ниже, и это, например... Ну, вряд ли вот массовый такой, допустим, рынок труда, как гастарбайтеры, работающие в московских супермаркетах, в ритейле, да? Или в дворнике, или водители маршруток ищут работу через... Ищут. И дело в том, что уже и работодатели ищут, и они уже там появляются. И здесь нужно понимать, что когда мы говорим... Правильно ли я понимаю, что у Headhunter есть тогда таджикская, узбекская и киргизская версии? Да, у нас есть некоторые версии, которые... Языковые, серьезно? Вот я про языковые сейчас точно не отвечу. Мы работаем в Казахстане, вот, мы там ресурс номер один, мы работаем в Украине, мы работаем в Белоруссии, причем это одни из лидирующих порталов. И здесь нужно сказать, что когда мы говорим Headhunter, мы не говорим только о сайте HH.ru, мы говорим, например, о работе Mail.ru, которая находится под операционным управлением компании Headhunter. А этот ресурс всегда был рассчитан как раз вот на это, ну, скажем так, на синие воротнички. И мы сейчас видим, что все больше и больше количества профессий активно приходят в интернет. Работодатели за них борются. Массовый подбор, о котором вы говорите, ритейл, он тоже уже практически весь крупный ритейл представлен в интернете. Спасибо, но я хотел вернуться к Анатолию, потому что его сначала перебил один Глеб, потом я, потом другой Глеб. Как-то у нас ушли в сторону. Анатолий, простите, да. Да, я просто хотел бы вот объединить, как-то немного сумбурно может быть. Вот чем хороши работники компании ABS, обращу ваше внимание, их можно перебить, и через 10 минут они начнут с того же места. Хорошая память, концентрация внимания. Хотелось бы объединить, да. Мы начинали, можно сказать, этот проект с того, что в РСП прошло совещание о том, что министерство образования планирует, вот как-то, понимаете, мы же понимаем, что у нас текущий спрос. Вот вы говорили про образование, у нас плохое образование, да? Я не говорил даже, что оно плохое, я говорил о том, что оно не соответствует реалиям рынка, наверное, так. Если избегать оценочных суждений, не материться в эфире. Не соответствует реалиям рынка, возможно, да. И ведь мы идем сейчас на том пути, чтобы оно соответствовало реальному рынку, и активно над этим работаем. Кто? Мы это кто? Министерство образования. Да, ну, я говорю в целом про правительство Российской Федерации, наверное, и Россия. Вынужден с вами не согласиться, но это сейчас не предмет разговора, да. Хорошо. Ну, вот, там, не будем, ладно, обсуждать, но закон образования, он в этом направлении делает хороший шаг вперед. И по результатам этого, да, мы поняли, что на текущий момент, да, не хватает, вот, во-первых, не хватает предпринимателям понимать, какой выпускник лучше, а как мы можем это понимать. А многие понимают, что лучший выпускник работодатель, предприниматель, как он поймет, да, а тот, кто больше просит зарплаты, в каком возле самая лучшая зарплата. Значит, эти выпускники действительно востребованы у меня. Я, если возьму человека с... Ну, это в условиях сферического коля вакууме, это в условиях идеального рынка. На самом деле это обусловлено исключительно наглостью выпускников и дефицитом на рынке по определенным профессиям. Да, вот, например, там, да, и просто как человек, если там выпускник какого-то хорошего вуза получает хорошо, значит, я его смогу научить. Почему? У нас очень много стажировок, да, по сравнению с Европой, да, в Европе там у них проблемы с этим. У нас вузы, точнее, не вузы, предприниматели готовы за свой счет переучивать выпускников которых. Они понимают, что человек умный, значит, он готов переучиться и будет потом профессионалом своего. Да, я просто не очень понимаю, если предпринимателям приходится переучивать, это значит только о том, что образование у нас плохое и не соответствует ожиданиям предпринимателей. Ну что, разве я не прав? Ну, это отдельный вопрос. Нет, это не отдельный вопрос, это именно что, Глеб, вмешаетесь. Разве я не прав? Ну, в какой-то степени, знаете, наглость выпускников, то есть я думаю, что разница в рейтингах между Лондонской школой экономики и Московским государственным университетом, она там обусловлена не только наглость, а наглостью выпускников. А я говорю о мониторинге, видимо, российских вузов все-таки. Давайте не будем тогда брать экстременальные значения. Но если приходится переучивать, не значит ли это, что образование плохо само по себе? Образование плохо, это факт. Я бы не сказал, что оно плохо. Я бы ограничился следующей позицией, что нужно понимать, что предыдущие 40-50 лет, времена существования СССР, государство выступало одновременно заказчиком, регулятором и, самое главное, потребителем. Сейчас потребитель – это коммерческие организации. Государство выступает в роли одновременно и заказчика, и регулятора, но оно не является потребителем, оно не может понимать, насколько оно правильно делает. В результате мы, когда общались, например, с представителями ведущих вузов, например, с банкой, они говорили о том, что, например, потребности оборонки покрываются на 100%, и они довольны качеством качеством выпускников. Потому что оборонка, она через министерство на конкретные программы может влиять. И есть один конкретный заказчик, который транслирует свое мнение. Есть второе объяснение этому, совсем другое. Это не значит, что выпускники хороши, это вполне может значить, что оборонка плоха, и ее удовлетворяет качеству. Нет, я бы скорее здесь говорил о том, что, к сожалению, у нас не развита вот эта цепочка потребитель-заказчика. Хорошо, тогда возвращаясь к Анатолию. Является ли это индекс некой обратной связи, через которую государство может считывать и понимать какие-то, корректировать свою политику? Если говорить вот в целом, вот мы сейчас направляем на Москву, мы именно делаем оперативный какой-то анализ, когда я не очень вообще верю в возможность такого хорошего оперативного прогноза. То есть его можно строить на некотором уровне приближения. То есть именно аналитики. И мы спустились к тому, что мы именно, и когда строим дальнейший прогноз, мы именно анализируем то, что сейчас пишут люди. То есть это такой большой объем текстовой информации, которую перерабатывает уже человеческий мозг и может сделать какие-то выводы. А второе – это то, что говорит, грубо говоря, компьютер. И эти две вещи, они сливаются и дают, на наш взгляд, какой-то более-менее объективный результат, который можно оценивать. Но говорить о том, что оперативная информация, она всегда полезна для предпринимателей. Она полезна для соискателей. То есть планирование обычно персонала, набора, оно, скорее всего, ведется в районе квартала. На год. На три месяца можно спрогнозировать примерно на каком сегменте что будет происходить. Да, но мы на текущий момент не опускаемся так глубоко, мы анализируем в целом рынок Москвы. По каким-то детальным мы смотрим, и там уже это более детальная аналитика. Мы планируем развивать и предоставлять, например, сервис, который позволит... Я, например, работаю в IT-отрасли, я зашел, я свою отрасль выбрал и посмотрел индекс по своей отрасли. А что значит этот индекс? Насколько я понимаю, там какое-то есть значение в 100 баллов и, соответственно, дальше отклонение от него? Да. Значение, если вот говорить по конкретное значение, то 100 баллов – это некое среднее ожидание, среднее математическое ожидание от периода с 2008 года по 2012 год. То есть мы накопили базу большую и оценили вот это среднее значение. Хорошо, индекс сегодня значит 67. Что это значит, допустим? Если говорить про индекс именно рынка труда, то тут идет обратно, например. 67 – это, по сравнению со 100 баллами, это намного ниже. И это отклонение идет как раз в сторону преимущества для соискателей. То есть, соответственно, перевес индекс можно представить в виде весов. То есть на рынке есть дефицит труда, соискатели могут продавливать работодателя по зарплате, грубо говоря. Да. И вот как раз сейчас такая ситуация, когда у нас фактически рынок соискателей, идет продавливание по этой зарплате, то есть соискатели перевешивают, а, например, если посмотреть историю, был кризис, то было все наоборот. То есть индекс был где-то 150. Ну, не 150. Ну, примерно, да. Да, если вот в таких... Хорошо, если индекс 50, а, допустим, грубо говоря, зарплата 1000, там, средняя на этом рынке, значит ли это, что соискатель может продавливать на сколько? В полтора раза больше? Ну, примерно, по ощущению. Я бы так не сказал. Но есть какая-то корреляция, да? Я думаю, однозначно есть. И мы сравнивали, да, вот в кризис, ну, это понятно вообще, по-моему, однозначная вещь, что зарплата упала, и все об этом знают, и коэффициент... Ну, вот, про зарплату, наверное, для приема, да. Да, я бы здесь хотел добавить одну важную вещь. Нужно понимать, что есть зарплата, которую платит работодатель работнику своему, который у него долго работает, и есть входной билет. Да. В кризис упал именно вот входной билет, то есть работодатели не готовы были брать новых работников за какие-то большие деньги. Как правило, они были готовы брать за меньшие деньги или в продающие подразделения, которые генерировали прибыль. То есть здесь нужно понимать, что к анализу зарплатного предложения нужно всегда подходить очень аккуратно. После выпуска новостей, если не возражаете, буквально через минуту. Ну что ж, возвращаемся в студию. Напомню, обсуждаем индекс рынка труда. Это Игорь Витаров. Гостях у меня Глеб Брянский, Анатолий Синкин и Глеб Лебедев. Глеб, прошу вас. Нужно понимать, что к анализу зарплатного предложения на рынке труда нужно подходить максимально аккуратно. Почему? Например, в 2009 году, когда вроде бы зарплаты везде падали, мы наблюдали увеличение уровня зарплат на некоторые позиции. Продажники, например, опять-таки. Нет, не продажники. Например, на высший управленческий персонал. Вроде бы абсурд. Почему? Актеристы и менеджеры всегда... При ближайшем рассмотрении оказалось, что в обычный период доля вакансий для специалистов с опытом работы, с очень большим опытом работы составляла процентов 20, а именно в этот период она выросла до 50-60%. И именно поэтому средняя зарплата увеличилась. То есть здесь всегда нужно понимать, что заработная плата очень тонкая материя, и всегда надо копать глубоко, чтобы понять, почему мы видим те или иные исследования. Вот вопрос, Глеб Абрянский. Насколько индекс позволяет копать глубоко и для анализа рынка труда, и вот для вас же как работодателя, да? Вы все-таки главный редактор. Вы работодатель. Ну да. Вы примерно понимаете, так же, как и мы все, ситуацию на рынке экономической журналистики, да? Хорошего специалиста, экономического журналиста днем с огнем. Найти тяжело, да. Да. Вам дает индекс какую-то информацию об этом рынке? Или вам просто он дает информацию, что это рынок продавца или рынок покупателя? Как вы анализируете состояние рынка экономической журналистики? Дело в том, что рынок экономической журналистики все-таки достаточно специфичный, да? Хорошо просто рынок журналистики, но... Хотя вот даже если добавить к словам Глеба, я сам был удивлен, насколько и этот рынок интернетизирован. А насколько это то, что... Потому что в журналистике традиционно люди все-таки ищут работу через знакомство, через личные связи, и на протяжении предыдущих лет все-таки основным способом нахождения работы в журналистике были знакомства. То есть кто-то рекомендует своим друзьям, и потом люди таким образом находят работу. Я вот за несколько месяцев своей работы был удивлен тем, насколько и этот рынок переходит в интернет, и насколько легче стало находить журналистов через агентства, такие как Headhunter. Но про качество это ничего не говорит опять-таки. Про качество индекса? Про качество индекса, и про качество рынка. Вот вам как работодатель, вы получили сегодня там индекс сегодня 90. Вы получаете информацию, что экономические журналисты, этот рынок все-таки слегка качнулся в сторону продавца, то есть соискателя, и он может получать как бы большую зарплату. Или что еще? Да. Естественно, то есть начинаешь планировать, то есть лучше тебе нанимать персонал сейчас, или лучше это отложить на какое-то время. Если есть у вас потребность в персонале, прямо сейчас вам эта информация ничего не дает. Срочно вам надо закрыть пять вакансий. Единственное, что вам это дает, это коррекция по зарплате. Вы понимаете, что вы должны предложить несколько больше. В любом случае, это информация, которая отражается на моем принятии решений. Ну, с моей точки зрения, он, наверное, в Москве, по крайней мере, по многим позициям он сильно перегрет. То есть неадекватное ожидание соискателей. На рынке достаточно высокие зарплаты. И это, конечно, специфика Москвы, и специфика нефтяных денег, и того характера экономики, который у нас сейчас есть. А распространяет этот индекс, насколько я понимаю, сейчас он будет распространен на всю страну. То есть Москва, потом Питер, и дальше пошли. Ну, видимо, традиционно города-миллионники, а дальше от большего к меньшему. Что, в частности, позволит предпринимателям, руководителям планировать, где помещать свои трудовые ресурсы. Потому что даже с точки зрения экономической журналистики часть функций можно... Отдать на аутсорсинг. Отдать на аутсорсинг, передать... То есть вы тоже собираетесь колл-центры в Твери делать, например? Видите, это вызывает нездоровую усмешку у присутствующих в студии, потому что все уже прекрасно знают, что мы, видимо, пошли по пути, ну, американскому такому пути, когда ты звонишь в Ситибанк в Нью-Йорке, а отвечает тебе колл-центр в Индии. Ну, до этого мы еще не дошли, к сожалению или к счастью, но, тем не менее, мы идем. При этом качество обслуживания падает пропорционально. Сначала падает, потом начинает расти. Серьезно? Это вы и собственного опыта? Да. Можете привести пример? Ни разу не сталкивался с таким. Знаете, я работал в крупной международной компании, которая как раз сделала аутсорсинг своих технических служб в Индию. Именно технических? Да, именно технических, то есть компьютерную поддержку. И, да, естественно, сначала... Ну, кастомер-саппорт они в Индию, видимо, не... Нет. Ну, я с точки зрения кастомера всегда смотрю, техническое вполне. Вернемся... Кстати, вы как рынок труда оцениваете? Не с точки зрения даже перегретости, а качества рынка труда в России сейчас. Я вот не знаю, вот именно про качество говорить, да? Вам проще говорить цифрами с точки зрения... Мне проще говорить, скорее, знаете, насколько там есть интересная работа на рынке. Давайте, давайте, рассказывайте. Или нет интересной работы на рынке, да? Когда, вот, чем хорошая ситуация, вот, например, сейчас, да? Сейчас мы нашли особенность, вот, особенно вот последний квартал, да? Что у нас сейчас ситуация очень сильно повторяет август, там, восьмого года, когда... Я надеюсь, девяносто восьмого года? То есть мы движемся к дефолту. Две тысячи восьмого года, да? Тоже не очень хорошие сравнивания. На рынке труда, вот, коэффициент вакансии резюме сейчас очень совпадает практически, да? Он приблизился к тому уровню, да? Непонятно, о чем это говорит. Это говорит... Это может говорить как о предстоящем, возможно, кризисе, да? Если мы говорим, что ситуации повторяются, но мы знаем, там, одинаковых кризисов, скорее всего, никогда не бывает. Как два человека одинаковых не могут родиться. Вот, кстати, одну секундочку, вопрос Глеба Убрянского. Глеб, а насколько коррелируется этот индекс с другими экономическими показателями, на ваш взгляд? Можно ли просмотреть какую-то корреляцию между индексом рынка труда и прочими индексами? А вот смотрите, возвращаясь к тому, с чего мы начали разговор. Как раз у нас в нашей экономике мало тех показателей, на которые можно полагаться. Действительно, курс рубля, цены на нефть, да? И с этой точки зрения даже правительству в этой ситуации достаточно сложно маневрировать, потому что вот вы обратите внимание, что когда Путин издавал свои экономические указы после вступления в должность, например, один из показателей, на которые он ориентировался, это место России в рейтинге Doing Business. И я думаю, что это не от хорошей жизни, просто потому что других каких-то показателей нет. Если начинаешь ориентироваться на экономический рост, то возникает такая проблема, что экономический рост, он очень часто, очень сложно оценить качество этого экономического роста. То есть растут цены на нефть, появляется экономический рост. Вот поэтому как раз появление таких более детальных индексов, как наш, оно должно помочь в данном случае в принятии решений. Тот же вопрос к вам, Глеб. Мы проводили некое исследование, громкое слово, конечно, исследование, мы сравнивали, есть ли корреляция между количеством публикуемых вакансий и множеством других показателей. Выяснилось две интересные вещи. Первое, что эта зависимость есть, и она очень высокая, порядка 0,8 коэффициент корреляции, это очень сильная связь, при этом этот показатель коррелировал как с уровнем безработицы, так и, например, с индексом МВБ. При этом, что отродно, он имел предсказывающую способность, потому что, видимо, это в первую очередь связано с тем, что количество публикуемых вакансий – это, прежде выяснивает работодатель, что случится через какой-то промежуток времени. Поэтому этот показатель, в принципе, он обладает некой прогнозной составляющей, именно в силу того, что это настроение и то, как люди будут, ощущают, насколько всё будет хорошо в будущем, и они готовы открывать какие-то новые проекты. При этом нужно, конечно… А насколько, кстати, глубина индекса работает? Сейчас пока только на квартал, насколько я понимаю, да? То есть есть какие-то прогнозные значения индекса? Прогноз на квартал, да, вперёд. Но я, как и рассказывал, это прогноз мы вот именно на оперативную. А можно как-то увеличить? Потому что работодатель примерно понимал, экстраполируя ситуацию, где-то на год, что ему планировать. Потому что горизонт планирования на три месяца – это как бы не очень глубокий горизонт. На мой взгляд, нет, потому что настроение меняется очень быстро, конечно, не в течение дня, но буквально за месяц-два месяца всё может меняться очень сильно и кардинально. При этом… А как часто публикуется индекс? Раз в месяц? Раз в месяц. А почему не чаще? Потому что это некий оптимальный период, когда убираются волонтильности, связанные с какими-то внутрикорпоративными вещами. То есть, когда какая-то компания за один день может опубликовать большое количество вакансий, а потом долго не публиковать. И вот месяц – это как раз тот период, когда мы наблюдаем, что более-менее все вот эти флуктуации, они сглаживаются. При этом нужно понимать, что когда мы, например, анализируем ситуацию, вот именно рынок труда, мы очень часто обращаем на те вещи, которые не являются очевидными. Например, доля вакансий открытых для специалистов без опыта работы. Для сравнения, за последнее время эта доля выросла более чем в три раза. Это тоже некий показатель уверенности, с одной стороны, уверенности работодателей в будущем, то есть они готовы вкладывать в персонал, производительность которого они не могут прогнозировать. А с другой стороны, это отчаяние работодатели, поскольку они готовы брать персонал без всякого опыта работы. Потому что они понимают, что если они не начнут работать с этой категорией персонала, то очередного витка зарплатной гонки им не избежать. Потому что получается, что единственный выход – это перекупать готового специалиста у своего конкурента. Мне хотелось бы просто добавить, что я думаю, что в наших условиях возможности планирования хотя бы на три месяца уже достаточно много. Я же не критикую, я не говорю, что это плохо. Я пытаюсь понять, почему нельзя скорректировать так или иначе. Я пытаюсь понять, что мне как-то тоже работодателю или как мне как потребителю, как соискателю может дать этот индекс. И в любой системе экономического анализа очень важна такая вещь, как опережающий индикатор. И как раз в России опережающих индикаторов, к сожалению, очень мало. По вашим ощущениям, сейчас отвлекаясь немножко от индекса, как вы вообще, как главный редактор агентства все-таки экономической информации, видите ближайшее экономическое будущее как страны, так и мира, и рынок труда в частности? Это я за казенный счет удовлетворяю любопытство, скажем так, собственно. Скажем так, умеренно оптимистично. Хорошо, ушел от ответа, в общем-то. Возвращаемся к Глебу Лебедю. Глеб, насколько я понимаю, есть определенные самые популярные позиции у соискателей. Что сейчас происходит? Что сейчас больше всего ищут? И кого больше всего ищут? Больше всего ищут, не знаю, к сожалению, к счастью, но скорее просто консультация факта, что сейчас больше всего ищут продающих специалистов. Как всегда, продажники в цене. Да, продажники в цене, и они, пожалуй, в дефиците. Мало того, что они в цене, их не хватает, их готовы брать. При этом следует отметить, что особенно ценятся продажники с специализированным образованием. То есть, если, например, продажа какого-то технологического оборудования сложного, то, соответственно, человек должен иметь образование именно в этой отрасли. Если медпредставитель, то, соответственно, медицинское образование. Потом идут такие специальности, как, если мы говорим, именно больше всего ищут, то это административный персонал очень много ищут. И, конечно же, синие воротнички, которых тоже ищут очень много. После выпуска новостей, если не возражаете, буквально через минуту в студии. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Виталий, парадокс с Игорем Виталем, и мы обсуждаем индекс труда и состояние рынка труда. И вопрос к Анатолию Симкину. Анатолий, скажите, пожалуйста, помимо того, что индекс позволит, как говорит президент ЭБСГРУ, господин Карачинский, он же идеолог проекта, насколько я понимаю, заполнить некий информационный вакуум, об этом еще Анатолий говорит, что позволит открыть некую системную дискуссию в обществе и по его проблемам, в том числе по проблемам, связанным с демографической ямой 90-х годов, по проблемам опять-таки образования. На ваш взгляд, индекс позволил как-то уже открыть эту дискуссию? Какие вы проблемы именно видите на этом рынке? Ну, смотрите, да, вот почему я вот хочу немножко ремарку сделать, да, чтобы понимание было, да, индекс рынка труда это не только цифра, да, цифра это вот такое самое простое значение, да, что цифру легко понимать. А мы еще предоставляем большое количество аналитики, да, текстовой информации, да, самому анализа о состоянии рынка. Это как есть на сайте Prime, да, так и выпускается, вот у меня есть в руках, да, месячный буклет. Это анализ вот как раз сезона, да, и каждый квартал мы будем выпускать такие сезонные буклеты, да. И сейчас вот на следующей неделе у нас состоится круглый стол, где будут принимать участие люди со стороны из Государственной Думы, да, приглашаем людей из правительства Москвы, со стороны работодателей РСПП, да, и будет как раз проходить вот такое обсуждение, да, для вот тех ситуаций, о которых вы говорите, да, демографических проблем, чтобы можно было там, например, как люди будут со стороны комитетов комиссии РСПП, да, можно будет сделать какое-то решение, да, предложение, рекомендации для там правительства Российской Федерации, там, ну и так далее, да, людям вообще как работать с этой темой, да, с рынка труда, и что, куда надо развиваться, куда двигаться вообще в целом. Тот же вопрос к вам, Глеб, Глеб Лебедев. Ну, прежде всего, конечно, главный его плюс – это системность, то есть то, что информация будет подаваться постоянно, а не по каким-то никому неизвестным датам, и как результат – это формирование культуры использования цифр для понимания ситуации, то есть не когда ты только на уровне, там, на кончиках пальцев чувствуешь, что же происходит, и на уровне чувств, а ты ещё смотришь и постоянно анализируешь конкретные цифры. Это просто ещё один срез. Конечно, если ты раз в месяц смотришь только эту, там, одну-две цифры, то для понимания ситуации, как уже сказали, необходимо ещё и сопровождение текстом, потому что всё равно просто одна цифра, она практически ни о чём не говорит. Нужно понимать, во-первых, насколько эта цифра в сезоне или не в сезоне. То есть когда вот говорили о том, что сейчас соотношение очень близко к августу 2008-го, но при этом нужно отметить, что сейчас вакансии растут, а тогда вакансии начинали падать. То есть разные тренды были. То есть цифра-то может быть и совпасть, а из-за того, что тренды разные, то ситуации получаются разные. То есть индекс в любом случае надо смотреть в динамике? Совершенно верно. Прежде всего, ему надо смотреть в динамике, и для него нужно сопровождение, если, конечно, ты сам постоянно в нём не участвуешь. То есть просто посмотреть цифры 96,6 без отрыва, сколько было до этого и сколько прогнозируется, эта информация будет на многих... 99,6 – это частота, как от нашего радио. 96,6 – я даже не знаю, что это такое, да, Глеб? Ну вот что как раз мы и пытаемся сделать на сайте агентства Prime, то есть как раз сформировать ожидания, чтобы наши посетители и наши читатели могли, знали, что каждый месяц они могут зайти на сайт агентства Prime и получить последнюю информацию об этом индексе, и отслеживать какой-то новостийный поток, связанный с этим индексом, между датами его выхода. И вот как раз комплексно весь этот проект должен позволить им ориентироваться и в экономике, и в рынке труда. И в перспективе, естественно, мы хотели бы попробовать, точно так же, как это делают наши коллеги из агентства Bloomberg, например, развивать и другие индексы. Глеб, скажите, а что, на вашем взгляде, еще каких индексов не хватает? Мы с вами говорили о том, что как бы катастрофически мало индексов. Какие индексы еще необходимы сейчас рынку, и особенно рынку труда? Чем можно было бы еще описать? Наверное, вот данный индекс описывает рынок труда достаточно хорошо. С моей точки зрения, ну вот вы, наверное, слышали эту дискуссию вокруг показателя тока капитала, да, то есть, наверное, вам знакомо исследование компании Ernst & Young, выпущенное в декабре прошлого года, где они оспорили официальные показатели Банка России и вынесли на суд общественности свои собственные вычисления, которые от вычислений Банка России отличаются. То есть, происходит некая дискуссия, то есть, например, действительно можно было бы создать и какой-то индекс от тока капитала по той методологии, которую использовал Ernst & Young. Можно делать опережающие индексы по промышленности на основании опросов руководителей предприятий. можно делать различные биржевые индексы, которые как раз в отличие, которые бы учитывали, в которые бы входили предприятия различных секторов, которые бы позволили инвесторам иначе формировать свои портфели и делать бенчмарки для этих портфелей. То есть, здесь, на самом деле, такое очень большое поле для работы. Спасибо. Большой вопрос. Для более, видимо, форсайт такой небольшой. Что вы ожидаете в ближайшие три месяца на рынке труда? В ближайшие три месяца активность на рынке труда будет увеличиваться. Вполне возможно, что в мае мы увидим некоторый спад. Предотпускной? Да, который прежде всего предотпускной. Большой плюс этого года то, что мы не видим больших потрясений и каких-то негативных ожиданий, потому что на фоне 2012 года, в 2013 году все очень тихо. Например, в 2012 году мы фиксировали достаточно сильный спад по количеству публикаций вакансий, который был связан с тем, что активно муссировалась тема очередного витка кризиса и, ну скажем так, были определенно осторожные настроения, связанные с выборами президента. Поэтому мы видели, что работодатели очень пассивно себя вели. Они откладывали вакансии, публикацию вакансий, поиск персонала на май. И потом в мае мы увидели очень резкий всплеск, который совершенно был не характерен для того периода. 2013 год в этом отношении гораздо более обычный, и мы видим, что все более-менее развивается в тренде. Считаете ли вы, что есть некие такие подотрасли на рынке труда, где индекс этот не является индикатором, скорее бесполезен, как Глеб говорил о том, что, например, экономическая журналистика в основном там и вообще в журналистике знакомства ищут, точнее работают еще через знакомство? Ну, скажем так, просто есть рынки, где им сложнее пользоваться, где легче. Сложнее прежде всего там, где используется работа партайм, то есть на какую-то часть ставки. Сложнее, конечно, когда какие-то профессии, которые не пришли еще в интернет, потому что они подразумевают очень личный подход к оценке результатов. То есть это только тогда… Например, хэдхантинг топ-менеджеров? Хэдхантинг топ-менеджеров… не соглашусь, потому что мы регулярно публикуем топ-вакансии, например, то есть даже с открытыми зарплатами у нас находится достаточное количество вакансий для топ-менеджеров. Нет, скорее какие-то творческие профессии, эксклюзивного характера, то есть какие-то эксклюзивные художники или индустрия мод. Оперные певцы? Да, да, вы совершенно правы, вот здесь вот вы в точку. Вот, то есть что-то такое. Но при этом, как только профессия становится более-менее массовой, ну, например, фотограф, то, в принципе, проблема уже снимается. Скажите, а этот индекс можно экстраполировать на какие-то другие рынки, например, на индекс рынка знакомства сделать? Ну, а почему нет? Теоретически, я думаю, что можно. Почему? Будет работать, Анатолий? Я думаю, можем все. То есть методология подсчета примерно тоже публикуется в вакансии рынок продавца или рынок покупателя, уж простите за цинизм. Недавно читал, есть индекс длины юбки, так что… Тоже ABS совместно с РСПП делает? Нет, не ABS. Или хэдхантер? Нет, это какая-то сторонняя организация, но в общем… Это из истории, да, с индексом, не индексом, но с губной помадой, да, то что… Ну-ка, расскажите подробнее. Дело в том, что есть ряд показателей, которые во время кризиса резко изменяются. Например, объемы так называемой декоративной косметики. Дело в том, что когда кризис бьет по карманам, женщинам хочется строить себе праздник, вырастает количество недорогой декоративной косметики, то есть женщины не могут, например, позволить себе дорогое платье или еще что-то, они это компенсируют покупкой яркой какого-нибудь помады. То есть… И… Просто я до этого работал в компании, которая занимается… Занималась косметикой, еще занимается. И поэтому… Причем именно в этот период. И я могу с точностью сказать, что да, такая зависимость То есть, на рынке помады чем хуже, тем лучше. На рынке недорогой помады. Я правильно понимаю, да? Да. Ну, или из более серьезных вещей можно еще индекс Big Mac… Да, я вспомнил про индекс Big Mac, но индекс Big Mac – это все-таки такой ценностной индекс, он как бы скорее оценивает такую экономическую ситуацию и то не… Некую корзинку. Некую корзинку, да, а не тенденцию. Как раз индекс помады он вполне мог бы оценивать. А если его взять вместе с индексом рынка труда, то могут появиться некие косвенные показания. Ну, будем надеяться, что нас действительно не ждут никакие большие потрясения на рынке труда в ближайшее время. Напомню, что в студии у нас были Глеб Брянский, главный редактор агентства экономической информации «Прайм» Анатолий Симкин, руководитель проекта департамента по работе со сферой образования компании «ИБС», Глеб Лебедев, директор по исследованиям компании «Хэт Хантер» и я, Игорь Витов. Всего вам доброго и услышимся в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова